Приветствуем вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Биржа Bybit останавливает банковские переводы, ссылаясь на неполадки у партнеров. Новые проблемы у Silvergate. Компания закрывает свою криптоплатежную систему. Тизер атакует Wall Street Journal из-за их якобы старых обвинений в подделке документов для открытия банковских счетов. Прокуроры обвиняют компанию, производящую биткоин-банкоматы, в получении прибыли от криптомошенничества, используя нелицензионные киоски. Появились документы, согласно которым Binance US пыталась уйти от проверки в США, а также нанять в свой штат председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гарри Генслера. Мечта с камера. Так назвали критики новую модель компании Юга по проведению NFT-аукциона. Эллен Маск был оштрафован турецким регулятором по конкуренции за приобретение Твиттера без согласования. И в завершении выпуска аналитика рынка от Кевина Свенсона, в которой он нам расскажет о начавшейся отрицательной корреляции цены биткоина и индекса S&P 500. Оставайтесь с нами. Биржа Bybit приостановила движение безналичных операций, ссылаясь на неполадки у ее банка-партнера. Расположенная в Дубае криптобиржа сообщила о том, что с 10 марта прекращает операции по пополнению и снятию средств с использованием банковских переводов. Такими действиями Bybit стала последней биржей, прекратившей операции в долларах. В своем официальном заявлении компания сообщила, что операции по безналичным и свифт-переводам будут возможны до 10 марта включительно. В дальнейшем эти операции будут невозможны. Одновременно с этим Bybit сообщила своим пользователям об альтернативных способах пополнения их баланса. Это можно сделать с помощью кредитных карт, а также кошелька ADV Cash. В дополнение к этому биржа удостоверила своих пользователей в том, что их средства находятся в полной безопасности. Эта новость появилась практически сразу на фоне информации о том, что банк Silvergate закрывает свою цифровую платежную систему, назвав такое решение основанным на рисках. Банк также добавил, что проводит оценку возможности продолжения своей деятельности в обозримом будущем, в результате чего некоторые криптоплатформы прекратили сотрудничество с банком. Череда проблем продолжается у банка Silvergate. В этот раз компания сообщила о закрытии своей платежной криптосистемы. Проблемный банк назвал это решение, связанное с рисками. До недавнего времени Silvergate Capital Corporation являлась одной среди наиболее предпочитаемых банковских институционалов для криптоиндустрии. Но в последние несколько недель компания столкнулась с серией проблем. Последней из которых стало закрытие ее криптоплатежной системы, которая называлась Silvergate Exchange Network. В своем официальном заявлении Silvergate Bank сообщил, что принятые им на основании оценки рисков решения закрыть платежную систему Silvergate Exchange Network вступают в силу немедленно. Все остальные сервисы банка, связанные с внесением депозитов, продолжают функционировать штатно. Silvergate позволял своим инвесторам совершать переводы на корруптовалютные биржи в режиме 24 на 7, что было одним из наиболее часто используемых продуктов банка. Это работало намного быстрее, чем традиционные банковские переводы, которые могли занять несколько дней. Однако ранее на этой неделе банк вызвал недоумение, когда обнаружил операционные проблемы и заявил, что ему придется отложить выпуск годового отчета. Тизер выступил с резким заявлением в адрес Wall Street Journal из-за устаревших обвинений в поддельных документах для банковских счетов. Компания, стоящая за стейблкоином Тизер, опровергла статью The Wall Street Journal, в которой говорится, что компания была связана с организациями, использующими поддельные документы и подставные компании для открытия банковских счетов. 3 марта Wall Street Journal сообщила об утечке документов и электронных песен, в которых якобы говорится, что организации, связанные с Тизер и родственной ей криптобиржей BitFenix, подделывали счета фактуры и транзакции, прятавшись от третьих лиц, чтобы открывать банковские счета, которые они иначе не смогли бы открыть. Позднее в этот же день Тизер выпустила заявление, в котором назвала выводы отчета устаревшими утверждениями давнего прошлого, полностью неточными и вводящими в заблуждение, добавив следующее. BitFenix и Тизер имеют программы с соответствием требованиям законодательства мирового уровня и соблюдают все юридические требования по борьбе с отмыванием денег, финансированию терроризма и программ KYC. Также компания добавила, что она гордится партнерством с правоохранительными органами и регулярно и добровольно помогает властям в Соединенных Штатах и за рубежом. Главный технический директор Тизер и BitFenix Пауло Ардаино написал в своем твиттере, что отчет содержит дезинформацию и неточности, а также намекнул, что репортеры Wall Street Journal являются клоунами. Более 50 криптокиосков было конфисковано в ходе расследования проведенного целевой группой секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег. Технофирме, работающей с биткоином, были предъявлены обвинения в том, что они якобы управляли нелицензионными криптовалютными банкоматами в Огайо, которые сознательно извлекали выгоду и жертв мошенничества с криптовалютой. Компания S&P Solutions, работающая под брендом Bitcoin of America, вместе с тремя ее руководителями обвиняются в отмывании денег, а также в заговоре и других преступлениях, связанных с работой более чем 50 нелицензионных криптоматов. Трое топ-менеджеров были арестованы на прошлой неделе в своих виллах, расположенных во Флориде и Иллинойс. По словам прокурора Эндрю Рогальски, скамеры-романтики, имитирующие звонки правоохранительных органов, а также автоматические службы дозвона, воспользовались тем, что у компании отсутствовала программа по борьбе с отмыванием денег при переводе средств пользователей с их кошельков. В своей пресс-конференции Рогальски отметил, что данные криптоматы были буквально созданы для использования в скаме. Жертв мошенников инструктировали помещать средства в криптомат, после чего переводили средства на кошелек, который, по мнению жертвы, принадлежал ей. Но это было не так. В результате действий мошенников один пожилой мужчина потерял сумму 11 250 долларов в результате сделанных им трех транзакций. В результате действий правоохранительных органов было арестовано 52 незаконных криптомата. Но у компании-оператора остается еще очень много криптоматов в Огайо и других штатах. Рогальски также подчеркнул, что Bitcoin of America получила выручку в размере 3,5 миллионов долларов за 2021 год, только лишь по денежным депозитам. В недавнем расследовании The Wall Street Journal говорится, что однажды Binance пыталась избежать проверки контролирующих органов США. Это случилось в 2019-м, когда компания только начала свою деятельность на территории страны. Согласно появившимся в распоряжении СМИ документам, на тот момент Binance планировала нейтрализовать действия властей. Ссылаясь на внутренние документы, Wall Street Journal сообщила следующее. Стратегия Binance заключалась в создании простой площадки Binance US, которая лицензировала бы технологию и бренд Binance. А в остальном, казалось бы, полностью независимой от Binance.com. Это бы оградило более крупную биржу Binance.com от пристального внимания госорганов США, регистрация пользователей из США, на которой была бы недоступна. Wall Street Journal также сообщает, что согласно изученным ими документам, сообщениям и интервью, Binance US и Binance.com сотрудничают гораздо более тесно, чем они сообщают. Эти две компании использовали общий персонал и финансовые активы, а также совместно использовали аффилированную компанию, покупавшую и продававшую цифровые активы. Позднее представитель Binance в своем электронном письме, адресованном Reuters, сообщил следующее. Да, мы уже признали, что в ранние годы у нас не было надлежащего контроля соответствия требованием законодательства. Но сейчас, когда заходит вопрос об этом, мы уже совершенно другая компания. Также стало известно, что ранее Binance пыталась нанять в свой штат Гэри Гэнслера, перед тем, как он стал председателем комиссии по ценным бумагам и биржам. Это произошло между 2018 и 2019 годами, когда Гэри Гэнслер занимал позицию профессора Массачусетского технологического института. Бывший руководитель венчурного подразделения Binance Элла Жанг и Гарри Жоу провели несколько встреч с Гэри Гэнслером в октябре 2018 года. Цитируя сообщение из чата, Wall Street Journal привела слова главы биржи Binance Чампинжао. «Я заметил, что хоть Гарри Гэнслер и отказался от сотрудничества, он щедро делился стратегиями лицензирования. В общем, запасаемся попкорном и ждем, когда СЕК начнет проверку в адрес Binance». NFT-компания Yuga Labs столкнулась с волной критики в свой адрес, включая создателя Bitcoin Ordinals, из-за того, как планируют провести аукцион по своей новой NFT-коллекции. Согласно пресс-релизу от 5 марта, участники аукциона должны будут отправить полную сумму своей ставки на специальный биткоин-адрес, контролируемый Yuga. В итоге победитель этим оплатит выигранный лот, а проигравшим Yuga вернет их ставки. Тем не менее, такой подход вызвал гнев у некоторых участников крипто-сообщества, а некоторые отметили, что возврат вручную неудачных ставок возвращает нас в каменный век. Один из ориентированных на Bitcoin Ordinals твиттер-аккаунт заметил, что такая модель проведения аукциона является мечтой мошенника, заметив, что он хоть и сомневается, что Yuga оставит себе несостоявшиеся ставки, все-таки способ проведения аукциона Yuga создает очень плохой прецедент. На пост даже отреагировал создатель Bitcoin Ordinals Кейси Радармар, который горячо высказался на тему обсуждения, посоветовав Yuga идти на хуй и назвав проведение такого аукциона дегеративной чушью. Но несмотря на критику со стороны некоторых, многие были рады видеть, что такой крупный проект как Yuga, который стал известен благодаря множеству коллекций NFT на основе эфира, стал мостом и к биткоину. Ordinals, кто ранее критиковал коллекцию, позднее написал в Твиттере высокую оценку того факта, что Yuga пошла по пути биткоина, готовя этот аукцион. Создатель Ordinals коллекции Ordinals Pizza OG выразила восхищение BTC коллекции Yuga, называв ее очень хорошим и важным событием для Ordinals. В итоге даже массивная критика не остановила пользователей от участия в ставках. И на момент подготовки этой новости, максимальная ставка была на уровне 1,1 биткоина, что соответствует примерно 25 тысячам долларов. Остается надеяться, что NFT-активность является подснежниками, которые появляются на фоне тающего снега. Совет по конкуренции Турции в понедельник заявил, что оштрафовал миллиардера Илона Маска за поглощение Твиттер в прошлом году. Совет утверждает, что покупка произошла без разрешения регулятора. Контролирующий орган требует от Маска выплаты 0,1% от всего валового дохода Твиттер, который компания получила в Турции за 2022 год. Покупка Твиттера Илоном Маском вызвала повышенный интерес проверяющих органов, включая подразделения Департамента финансов. В связи с тем, что в 44-миллиардной сделке принимало участие множество иностранного капитала. Однако из-за недостаточности в юрисдикции расследование было остановлено. Однако обещанные изменения в социальной сети Илоном Маском были тепло встречены пользователями. Скоро мы увидим платежную систему Твиттер, а также Твиттер Коин, которые в настоящий момент проходят испытания разработчиками. Поклонник Доги Коина Илон Маск также намекнул на возможность интеграции Доги Коина в платежную систему. Однако данная идея впоследствии была отложена, так как приоритет компании в интеграции сервисов для работы с фиатными деньгами. В любом случае, сомневаться в том, что Твиттер интегрирует поддержку крипты в будущем, не приходится. А Доги Коин, вероятно, будет одним из первых. Кевин Свенсон в очередной раз напоминает о положительной корреляции между индексом S&P и ценой биткоина. Однако последнее движение цены биткоина говорит о нарушении данной корреляции. Кевин объясняет эту ситуацию негативными событиями, которые произошли недавно в крипто. В частности, проблема у банка Silvergate. Со слов аналитика, дальнейшее движение цены биткоина также будет зависеть от движения S&P. Давайте послушаем, что он говорит на этот счет. Я бы сказал, что если индекс S&P отскочит от этой трендовой линии и продолжит удерживать данное движение, показав нам прирост вот отсюда, и если это произойдет, то для биткоина наиболее вероятно будет движением в боковике, друзья. Если данный отскок S&P закончится образованием нисходящего верха и движением вниз, то для биткоина это может стать достаточно медвежим сценарием. Мы уже немного поломали краткосрочный тренд, и это может привести биткоин к тому, что он будет выглядеть с более слабым импульсом, голове и плечам, и провалиться вниз. Еще одно очень интересное наблюдение по рынку Кевин делает, ссылаясь на информацию от Dyson Trader. Здесь представлена информация предыдущих циклов медвежьего и бычьего рынков. Синяя линия – это данные с 2016 по 2020, а зеленая – с 2020 по 2023. Посмотрите сюда. Мы достигли вершины, а также низа. Это достаточно точно по расписанию в последнем цикле. Почти никакой разницы. Все выглядит очень соответствующим. Так что в теории, если мы продолжим традиционные циклы биткоина, несмотря на то, что сейчас происходит, если посмотреть на традиционные циклы биткоина, то мы достигли дна. Также, чтобы получить сбалансированную точку зрения между идеей бычьего и медвежьего рынков, я посмотрел на график недельного таймфрейма. И если посмотреть на эту линию на недельном таймфрейме, то мы увидим, что на самом деле мы этот тренд удерживаем. Эту четырехлетнюю трендовую линию, которую биткоин удерживал, представленную на недельном графике. В общем, как и всегда в такие моменты, выглядит все позитивно, но покупать страшно. И итоговое решение вы принимаете самостоятельно, и ответственность несете сами. А на этом у нас все. Мы с вами прощаемся, и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин